МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, познакомились мы в начале 2010-го. Да, в начале 2010-го года, как положено всем жителям мегаполиса в лесу, это был слет на берегу реки Мана. Да, слет на берегу реки Мана. Я увидел Иру, поинтересовался, что за девушка. Мне сказали, да вот, приехала из Москвы совсем недавно. Мне стало интересно. Пообщались, пообщались. Ну, и дней, наверное, через 10 стали жить вместе, и все. С тех времен, каждый день рядышком не отпускали друг друга. Ну, да, не расставались. У нас максимум это половина суток было. Ротдом. Вот, когда мы расставались. Я занимаюсь организацией проведения мероприятий, праздники, в прошлом диджей, да масса всего веселого, классного. Как раз вот первые месяца нашего знакомства, наших первых отношений были связаны с большими ивентами, которые делали это территорией инициативной молодежи Бирюса. Там много времени проводили вдвоем. Ну, наверное, ей это и понравилось. Потому что, ну, так-то, вроде бы паренек не сильно перспективный был. Да, что с него взять. Наши родители познакомились за день до свадьбы. Потому что, ну, ее мама в Абакане, мои живут в Красноярске, и как-то не получалось вот до свадьбы съехаться, там, ну, посидеть, познакомиться. Как бы я, когда познакомился с ее мамой, четко помню, я краем уха услышал этот разговор. Чем он занимается? Ведущий? Ну, это несерьезно. Это несерьезно, доча. Вот я это четко запомнил. Кто он там? Тамада. Да, боже мой. Хобби мы с тобой вместе кем-то увлекаемся? Да, мы любим собирать конструкторы. Прямо обожаем. Покупаем дочери очень много конструкторов. Она не любит их собирать, а мы вот что-то втянулись. Ну, как-то мы решили, наверное, в самом начале, что мы 50 на 50 возьмем на себя все бытовые трудности. Будем вместе справляться. То есть я не кривлю лицо, когда она меня просит, там, закинуть что-то в стиральную машину, там, помыть посуду. Нет, с этим как-то мы легко справляемся. По крайней мере, там, диких конфликтов на фоне бытовой почвы точно нет. Мне очень легко было с ним. Вначале я понимала, что нет никаких ограничений, меня никто не пытается менять. Меня принимают такой, какая я есть. И, соответственно, себя ощущала рядом с ним так же спокойно. Ну, и мне, на самом деле, вот именно это, Людей, понравилось, что меня никто не дергает. Все принимают меня вот таким, какой я есть. Это классно. Это, на самом деле, очень тяжело найти подобного человека, который будет тебя вот ценить таким, какой ты есть. И не пытаться изменить. Прикольно.